Добрый день, дорогие друзья, Александр Белов Как происходит разделение социально-психологического человека от биологического в результате инволюции? Ну как оно происходит? Вот так и происходит На самом деле эволюционисты, конечно, не признают, что существует два человека, а не один Оба они были созданы, оба они помещались изначально и помещаются в каждом из нас Но как это можно доказать? На примере теории эволюции это не докажешь Зато это покажешь на теории эволюции Ну а сейчас немножко об изменчивости У Дарвина, как говорится, отбор, фактор отбора Он придумал естественный отбор и до сих пор это используется в научной среде Естественный отбор это калька с искусственного отбора или селекции У селекционеров был такой метод и существует Это подбор Подбор организмов, которые отвечают наибольшим характеристикам того представления, каким должен быть будущий объект Объект в принципе манипуляций Селекционер подбирает потомков с определенными признаками И эти признаки желает, так он так желает в своей голове, чтобы эти признаки появились у потомства Ну и естественно, что наиболее приспособленных, вернее, так сказать, не обладающих этими признаками он убирает из размножения Поскольку они не портили породу или сорта выводимых новых растений Поэтому, собственно говоря, вот таким образом осуществляется селекция Дарвин переименовал вот этот вот метод подбора в отбор И назвал, оказывается, есть два метода Искусственный отбор, которым пользуются селекционеры И естественный отбор А естественный отбор уже происходит в природе И происходит уже под воздействием Как думал Дарвин, молодой Дарвин, в общем-то, не старый, думал так, что существо Некий бог, он отбирает наиболее приспособленных, а наименее приспособленных уничтожает И таким образом действует как селекционер Селекционер-человек Ну, понятное дело, он учился в Кембридже на теологическом факультете Что яростно не хотят вспоминать эволюционисты Понятно, что у него религиозный папа был Ну, и понятно, что вся обстановка того времени способствовала тому Что теологические идеи в естествознании пробивались со страшной силой Со всех разных, так сказать, щелей, не только щелей Поэтому Дарвин с его естественным отбором Теоретически, конечно, попал пальцем в небо И, в принципе, он, несуществующее вот это вот существо Которое отбирает и осуществляет отбор Назвал под воздействием уже своих друзей Лоель, там, прочие разные, так сказать, советчиков было много Что, мол, дескать, не гоже в научной литературе Вот, как он писал в очерке 1844 года об этом существе В общем-то, три страницы убористого текста Поэтому, в принципе, не гоже, не гоже Так вот, мол, дескать, обозначать фактор отбора Надо, давайте, заменим Заменим вот это вот существо Которое наделено провидением по Дарвину раннему По Дарвину молодому В далекие геологические периоды В общем-то, заботиться о красоте и форм Сохраняемого им организма и так далее И так далее Вот, давайте заменим это существо На эфемизм природа Или просто с большой буквы мы будем писать Естественный отбор Подразумевая, что сам отбор Глагольное существительное английское Оно отбирает Получается маслемасляное Отбор отбирает В общем, кто отбирает, непонятно Если отбор у селекционеров Это инструмент для их манипуляции А сам селекционер является, собственно говоря Действующим началом субъекта То в данном случае совершенно непонятно Кто является субъектом А субъекта как бы и нет Ну и, конечно, красивые вот эти картинки Которые нам с детства показаны Это такой как бы договорняк В пользу того, что, мол, дескать Заучивайте, повторяйте И будет вам счастье Особенно биологам, которые, собственно Специализируются на теории эволюции В принципе, они это заучивают Как марксизм-ленинизм в свое время Так сказать, диамат, эстмат И так далее, и так далее Ну, от этого, от этих заучиваний Догм, конечно, в общем, суть явлений Не меняется И та параллель, которую он проводит Дарвин проводила С искусственного естественного отбора Она, конечно, не работает Потому что она работает только в том случае Если мы подразумеваем, что есть некое существо Наделенное провидением Как писал молодой Дарвин в 1800-1444 года И это существо является субъектом отбора То есть оно отбирает Отбирает наиболее приспособленных Наименее приспособленных Оно убирает, чтобы они не портили породу И так далее И таким образом осуществляет эволюцию И поскольку оно наделено провидением Это существо, оно, конечно, наделено мышлением И мышление этого существа намного больше Чем мышление человека, который осуществляет отбор Селекционера Ну и, конечно, красота форм, писал Дарвин И количество видов, многообразие этих видов Они намного превосходят те породы и сорта растений Те породы животных и сорта растений Которые выводит человек Поэтому у него больше возможностей этого существа И больше диапазон действия Вот такие у него измышления Ну, конечно, логика ломается Логика ломается, никакой логики Когда мы убираем существо То и отбора тоже не существует И, в общем-то, здесь вот сравнительная табличка для школ В принципе, здесь говорится Кто отбирает Вот, ну, искусственный отбор Человек отбирает А кто отбирает в природных условиях Условия среды отбирают Кого оставляют? Особи с ценными для человека признаками А здесь кого, естественно, отбор отбирает? Наиболее приспособленных особей Ну, конечно, логика ломается Условия среды, они не являются субъектом Они являются объектом таким же, как, в общем-то, и организм, который изменяется Поэтому, собственно, условия среды не могут Они субъектностью не наделены Они не могут никого отбирать Это, в общем-то, понятно Это логика Логики, дорогие эволюционисты Логику вы не любите Это понятно Философов всех жить Оставить одних биологов Ясное дело Со своими лягушками, тараканами и змеями Вы далеко не уползете Но, тем не менее В общем-то, естественный отбор, придуманным Дарвину Эквивалентен искусственного отбора Поэтому В принципе, поэтому, конечно, в последнем случае Искусственного отбора отборщиком является человек А с естественным отбором неизвестно кто И субъектности нет И цель не ясна, ради которой происходит естественный отбор И, конечно, в дикой природе он и не происходит Потому что отсутствует сам отборщик В это надо верить, в теорию эволюции В естественный отбор тоже надо верить Подкреплять его наукообразными всякими формами Молекулярными исследованиями Разными там измышлениями Статьи писать регулярно И будет вам счастье Дорогие эволюционные биологи Но это уже квазирелигия, а не наука никакая На самом деле порочный круг не замыкается Эволюционистов в конце с концами не сходится И это понятно, что, в принципе, это не мешает эволюционистам Считать свою квазинауку или квазирелигию наукой Настоящей, самой истинной И самой в последней инстанции Что не есть Самый, как говорится, разводящий Ну, если еще сюда Евгенику С социал-дорогенизмом прибавить И, так сказать, их всякие амбициозные воззрения На общество, на социум То постановится понятно, что биологи у нас Как новые жрецы В оккульт эволюции На самом деле, конечно, бывший человек может существовать Теперь вот, в принципе, почему С позиции реальной альтернативы То есть теории эволюции Вот это можно критиковать теорию Дарвина Теорию эволюции Да потому что не разделяют эволюциониста Биологического человека и социально-психологического У них коты никак не... Они все что угодно изучают Они режут, режут и режут лягушек Они режут разных червей В общем, изрезали уже огромное количество червей и лягушек Вы же понимаете Ну оставьте червям лягушек, а лягушкам червей Понятное дело Не режьте Вы изучайте человека Уж когда интереснее изучать большое, так сказать, такое двуногое, двурукое существо С головой большой и так далее На которое растут волосы Ну у кого-то не растут и все выпали Но тем не менее, голова большая Так изучайте Изучайте Нет, они все упорно изучают Чтобы изучать эволюцию Изучают червей и лягушек На самом деле, ничего вы этим не добьетесь Вот вы изучаете человека Тогда вы многое можете понять А что мы видим в человеке? У них существует в человеке В нас, каждом из нас Две субъектности Это человек психологический И человек биологический В общем-то, не признавать Это не признавать реальности существования жизни Вообще реальности существования каждого из нас Поэтому биологический человек Он может автономно совершенно существовать Каким образом? Да вот таким простым Существует такой термин психологии Социальная депривация Детки в раннем возрасте Они не подвергаются, так сказать, социальному воздействию социума Взрослых, воспитателей, разных родителей Они, конечно, не загружены программами мышления Которые с детства у них загружены Ну, была такая психолог Монте-Сори Она выделила особые периоды в развитии ребенка Сензативные периоды И эти периоды Вот если ребенок проскакивает И никто его не обучает в эти периоды То он просто такой маугли Дети социальной маугли вырастают Ну, вот если запереть ребенка в комнате Ну, не дай бог, конечно, и не воспитывать его То, в общем-то, комната его не воспитает Среда его не воспитает ребенка Сами понимаете Даже если там будут красивые обои И книжки, как говорится, в шкафах стеклянных стоять В общем, если не научить ребенку грамоте Не научить его буквицы, алфавиту и так далее Вон эти книжки для него будут пустой звук Он их будет подкладывать, чтобы удобнее было сидеть Или стоять Ну, в общем, вот такая вот история Поэтому бывший человек Чем характеризуется? Что у него может существовать только тело И вот это, конечно, напрочь Отрицают эволюционисты Как так? Биологическое тело человека разумного Чем человек разумный от неразумного отличается? Да практически ничем внешне Ну, немножко покрыт больше волосами Немножко больше адаптирован к внешней среде Природной дикого существования Немножко зубы покрепче Иммунитет повыше И так далее, и так далее Ну, а АА, в принципе, такой же самый человек Ну, вот Они даже не верят Почему? Что существует дикий человек Почему? Потому что это удар под дых теории эволюции На самом деле он, конечно, существовал Сейчас их уже повыбили диких людей Но, в принципе, это, да Это обычные люди, которые в условиях социальной депривации Их предки выросли И они своим деткам уже ничего не могли Никаких сказок на ночь рассказать И они только мычали и ревели И, в принципе, это мычание и ревение Уже у взрослеющих детей Оно проявилось И их мозг просто не загружен Он чистый, чистый лист Чистый лист практически не бумаги А, в принципе, там ничего не написано Такого социально-психологического Личностного, индивидуального А это просто там программа выживания Ну, и понятное дело, что детей они обучают Как грызть орехи Или там, допустим, как убивать камнем какую-то змею Ну и всё Пожалуй, на этом и кончается социализация На самом деле, по теории инволюции Люди многократно появлялись на этой планете И они многократно заселяли эту планету И превращались как раз в таких вот бывших людей Которые, в принципе, теряли социальность, разум и мышление человеческое И в таком вот состоянии недолго здесь существовали Почему недолго? Ну, потому что долго в таком существовании Человек, видимо, даже как вид особый Не сможет существовать Потому что ему надо приспосабливать свой организм К природному, уже специфическому Среди обитания К природным, нишам и так далее В общем, кого мы видим, кого мы понимаем в виде диких людей Это те же самые австралопитеки Это те же самые хобилисы Эти те же самые архантропы, парантропы и так далее В принципе, мозг у них достаточно большой Но дисфункция лобных и теменных долей Которые отвечают за речь За ассоциативное мышление За социальные связи Она фактически показывает Что они вторично потеряли Вот эту социальную ориентацию Социальные формы общения, мышления и поведения Итак, в каждом из нас существует два человека Человек биологический и человек психологический Биологический хочет размножаться Кушать, спать, есть То есть все биологические потребности У него там вегетатика и все прочее Там у него зашиты в подкорке и в коре И все это действует хорошо и прочно Если мы проголагаемся То у нас начинается поисковый эффект И он постепенно нас приводит к холодильнику И мы его открываем И смотрим, что у нас в холодильнике Но понятное дело, что уже включается кора Даже если это ночь и низги не видно Все равно холодильник нас притягивает как магнита Поэтому, дорогие друзья Ну есть, как бы, конечно, неокортекс Который всякими надстройками говорит Есть вечером или ночью нельзя Будем жирными, а пища будет в желудке не перевариваться И лежать до утра Гнить и прочее разно отравлять организм Поэтому, говорит, социальный человек психологически нельзя А биологически, говорит, хочу Ну и понятно Вот происходит борьба такая Двух людей между, в общем, с крышкой холодильника Борется не человек с крышкой холодильника А борется два человека Которые в одном человеке В общем-то, эта борьба вливается в то Что один из них открывает эту крышку Биологический человек И пошел ты вон, говорит, психологическому человеку Я буду жрать Нажру сейчас и все И вот он ест, ест, ест И не может остановиться А потом засыпает прямо тут же У открытого холодильника Поэтому вот такая вот история Когда прилетают в очередной раз Бывшие, вернее, так сказать, разумные люди Они встречают уже даже не дикарей А хорошо приспособленных, изменившихся бывших людей А почему они меняются, бывшие люди? Они сами из себя, эти родовые группы Разделившись на родовые группы Они порождают новые специализированные виды Эти виды, они связаны Множеством экологических, тафических связей Друг с другом Они существуют благодаря этим связям Но они не только существуют, но они изменяются То есть организмы Двуногие, двурукие организмы бывших людей Они начинают приспосабливаться друг к другу К той экологической нише, которую они занимают Например, хищники и жертвы их растительноядные Они приспосабливаются Одни их догоняют, другие убегают Одни догоняют и убегают И в результате такого быстрого изменчивости взаимной Обоих видов хищников и их жертв потенциально Виды очень меняются То есть период вот этой быстрой изменчивости Он наступает Вся экосистема приходит в такое движение Все, так сказать, единый вид бывшего человека Порождает множество видов животных позвоночных И они постепенно, адаптируясь друг к другу К среде обитания К новым, вернее к старым зверям Которые составляют единую экосистему Они создают новую экосистему И это некий такой биогеоценоз Который, собственно говоря И позволяет им выживать То есть некое, так сказать, равенство Когда достигается между теми организмами Которые являются жертвами Те, которые убегают Те, которые, в принципе, прячутся Те, которые находят свою нишу по ночам Уже не открывая холодильник А выходя на охоту по ночам Или же, так сказать, прогрызая там ходы какие-то Около древа или в древе и так далее И высовываясь наружу по ночам И тоже, так сказать, хочется кушать А днем они спят В общем, понятное дело Таким образом происходит многообразие Всяких видов позвоночных Начиная от мыши слона И кончая жирафом, носорогом И волками, лисицами И всякими кроликами, зайцами И прочими разными пищугами В общем, дело такое наживное Сколько, как говорится, веревочки не виться В общем-то, все превращается в биологическую инвалюцию Поэтому двуногие люди здесь долго не живут Вернее, двуногие бывшие люди здесь долго не живут Им надо строить цивилизацию Если цивилизацию не построили Если они не социализировались То, в принципе, в состоянии двуногих и двуруких Они существовать долго не смогут В принципе, пример тому Хороший Тех, кого нас прочат Эволюционисты нам в предки Это австралопитеки Хобилисы Ректусы Неандертальцы И всякие разные другие Которых, в общем-то, правильно назвать Пост-людьми Они никакие не предки и предшественники Как тут некий Дербышевский Все время там нам заливает А, в принципе, они пост-люди И вот эти пост-люди С деградировавшими и деградированными Лобными и теменными долями мозга Ну, по крайней мере, дисфункция Мозг, может быть, у них сохраняется Остаточно большой Ну, где-то сокращаются объемы Чуть-чуть На 100-150 грамм 200 грамм Вот как раз представительство этих Ассоциативных зон Которые как раз отвечают за аналитику Социальные отношения За речь и так далее И так далее Ну, вот и поэтому Можно уже увидеть Что они, в принципе, морфологически Довольно разнообразные Австралопитеки Там, допустим, хобилисы Ректусы Пятикантропы Синантропы Или там гельдельбершцы Но у всех у них Грубо говоря Убегающий назад лоб И это как раз показывает Деградацию Вот этих вот лобных И теменных золей мозга То есть, в принципе Черепная коробка У них имеет свои особенности Несмотря на большой объем То есть, вторичные изменения Идет о морфологии Уже структур мозга Неокортекс сокращается Определенным образом Мозг не загружен Они существуют В какое-то время Могут существовать Таким образом Мы видим, что Быстрая приспособляемость Бывших людей Она связана с Появлением Новой экосистемы Новая экосистема Появляется Она вытесняет Старую Старая Вымирает И уже представители Новых видов Которые составляют Новую экосистему Они имеют шанс Хорошо сохраниться В ископаемом состоянии В виде окаменелости В виде отпечатков В виде каких-то Свидетельств Прошлого С кем работают В общем-то Палеонтологи И палеонтропологи Поэтому говоря Поэтому В принципе Мы видим Что Хорошо приспособленные Виды Которые составляют Единую экосистему Они достаточно Неплохо Сохраняются В ископаемом состоянии А те вот Переходники Те быстро изменяющиеся Небольшие популяции Локально существующие Бывших людей Которые изменяются Приспосабливаются У них изменчивость Колоссальная Очень быстрая По масштабам Геологического времени Они конечно Не имеют шансов Никаких Сохраниться В ископаемом состоянии И дойти до нашего времени Поэтому Дорогие друзья И нечего искать Переходные формы И назначать Переходные формы Как это делают Эволюционисты В виде разных Там совершенно Стабильно Существовавших В древние Геологические Периоды В древние эпохи Палеозои Там Мезозои Середина Начало Каинозоя Видов Вот их Назначают Как бы Такими Переходными Видами От которых Дескать Развивались Другие виды Более современные На самом деле Это нет Одна экологическая Система Сформировавшись Целиком Она начинает Быстро Оперативно Вытеснять Другую экологическую Систему Свою предшественницу И новые виды Они входят В Занимают Большой ареал И понятное дело Они хорошо Размножаются Хорошо питаются Представители Этих видов И постепенно Вымирание идет В палеонтологической Летописи Земли Это выглядит Как смена Одной экологической Системы Позвоночных Сменой Другую И в общем-то Они достаточно Скачкообразно В палеонтологической Летописи Фиксируются То есть Была-была Существовала Длительное время Одна экосистема А потом Бах И ее место Заняла Совершенно другая Экосистема Состоящая из Других видов Ну и подиты Эволюционистам Как бы Приходится Ищетляться И в общем-то Придумать Всякие Неловкие моменты Которые Компрометируют Чтобы значит Выводить Представители Вот старой Экосистемы Старых видов И что они Мол Дескать Породили Или какой-то Предшественник Породил уже Новые виды А поскольку Они не верят В существование Единовременной Экосистем Целых Да Вот этих Крупных Когломераций Которые Составляют Некие Адаптивные Такие уже Формы Существования Разных Видов И связанных Между собой То Понятное дело У них Ленточная Такая Фелическая Я бы сказал Фелогения Она идет От Репидистии От Лопастеперых Рыб До Тетропота Потом Ценодонтам А потом Она идет Еще дальше 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 К мелькопитающим Первым Мезозойским Которым Находят Возраст 2225 Миллионов Лет А потом Идет Уже Кайнозой И в общем Уже Обезьяны Приматы И вот эти Приматы Древесные Уже Эти там Всякие Разные Так сказать Дреопитеки И прочие Разные В общем-то Проконсолы И прочие Разные В общем Нам вешают Конечно Лапшу Это все Бывшие Люди Дорогие Друзья Не верьте Эволюционистам Ну Понятное Дело Что Эволюционисты Будут толкать Своё Поскольку Это Деньги Гранты И Авторитеты Как Говорится Поставлено На кану Ну Как бы Слоната Мы и не Заметили Да Ну И Ради Бога Толкайте Просто Вы Больше И больше Превращаетесь В некий Так Вам еще Кадила Привязать И будете Вот Ходить И зажигать Какие-то Эволюционные Лампады Вот И сжигать Там будете Я не знаю Чего Какой Прах Вы будете Сжигать В общем Ладан у вас Эволюционный Наверное Появится Скоро Будете Нечистых Духов Изгонять В виде Белова В общем-то Психологическая Депривация В детском Возрасте Ван Геймер Матэйчик Написали Толстенная Книга Переводная Книжка Чешских Писателей Осталась Мне от Моего Учителя Вот Ермолаевой Томиной Людмила Борисовна Психолог Кандидат Психологических Наук Ну В общем Понятное Дело Работал В институте Психологии И там В разных Других Местах Интереса Но С Пушкиным Работала Вениамином И прочее Разное Но Уже Я не знаю По крайней мере Полстолетия Это все Обговаривалось И переговаривалось Ну по крайней мере В узких кругах Психологов А в принципе Его сыны не там Эволюционисты Не верят Что могут быть Социально Депривированные Дети Что могут быть Социально Депривированные Взрослые Что они могут Составлять Отдельные Популяции Диких людей Они просто Не верят Не хотят верить Потому что Это ставит Жирный крест На их теорию Эволюции Но не верьте Дорогие друзья Но вы же должны Так сказать Понять Что существует Все-таки Два человека Эти два человека Никуда не ушли Ну и конечно Главный вывод Который мы можем Сделать По В общем-то По истечению Вот этого срока Который в общем-то Я провел Тут рассказываю Всякие Нелепости Как думают Эволюционисты Вам На самом деле Это не лепости А в общем Конструктивные Особенности Но каждый из вас Волен сам выбирать В общем Как это обозвать В принципе Какой вывод Что теория Инволюции Постулирует Что в человеке Существует не один А два Разных субъектов Субъекты Они наделены Субъектностью Эти субъекты Они созданы Изначально Созданы Вот Не будем говорить Пока кем Но тем не менее Они могут существовать Порозень Порозень могут Создавать Существовать И конечно Вот это вот Существование Биологического тела И психологических Социально-психологических Надстройок А порозень Эволюционисты Никак Они не могут Понять Как это может Порозень Существовать На самом деле Психика без тела После смерти Может существовать Вполне себе Почему нет Об этом Совершенно другой раздел Всякие парапсихологи Они нам говорят Показывают Но опять-таки Кто их слушает В науке Никто не слушает Понятное дело Наука у нас Материалистическая Она называется Догматическая По своим законам Ну и тело Без психики В результате Психической деградации Может тоже существовать И тому есть Факты Подтверждения Социальные Маугли Например Маугли Дикие Которые в лесу Дикари Которые выросли В лесу И так далее Так называемые Снежные люди И так далее И так далее В общем Ну даже ископаемые Те, кого считают Предками Предшественники Людей Архантропы Парантропы И разные Там хавилисы Аргастеры Человек трудящийся Человек умелый И так далее И тому подобное Так что Факты Есть Как говорится Но Но Как говорится Чем-то уже Для фактов Потому что Теория Она не понимает Она не переваривает Эти факты Теория эволюции И она не хочет Работать с ними Она от них Отворачивается Но в принципе Это говорит О качестве теории И о тех Кто этим занимается Всего доброго Александр Белов Теория эволюции Теория эволюции